В Петропавловске прошли учения пожарных спецподразделений. По сценарию горели торговые бутики строительного рынка Ассорти. Затем, как спасатели боролись с условным возгоранием, наблюдала моя коллега Александра Солмина. Звонок на пульт пожарной части поступил в 18.45. Вызов второго ранга. Нужно больше спасателей. Учения максимально приближены к реальным условиям. Оцепление, напуганные люди, нет только огня и пены. Очаг возгорания имитируют красным флажком, задымление – синим. Условно горит 11-й бутик строительного рынка Ассорти. Огнем поражены 80 метров. Не случайно выбрали именно этот участок. На рынке продается бытовая химия, краски, лаки. Все это горючие жидкости. Пожароопасный участок. Проходимость рынка около 2000 человек в день. Машин, около 150 автомобилей на нашей парковке паркуются. Пожарные уже почти локализовали огонь, как вдруг обнаружили задымление с другой стороны, в 80-м бутике. О нем они даже не подозревали. Пока справляется очень хорошо. Это, в принципе, вот такое учение, в таком масштабе получается у нас первый раз. Почему? Потому что раньше наши учения проходили, раньше мы обсуждали все эти моменты. Все эти посредники, начальники боевых участков знали свои действия. А здесь, как на пожаре получается. В настоящее время все это случается. В срежиссированной чрезвычайной ситуации достойно сработали не только огнеборцы, но и работники рынка. У них пожарный кран, есть стволы. Они подали один ствол Б, также они вывели торговцев с рынка. Потушить огонь полностью удалось в 19.17. Это хороший результат, отмечают специалисты. На участке были задействованы 30 спасателей из двух спецподразделений, 5 единиц пожарной техники. Две из них принадлежат товариществу с ограниченной ответственностью Козылжарсу. Кроме того, в оцеплении помогали два экипажа полицейских. Такие учения на рынках города проводят уже в 12-й раз.